Пускай цветет зеленый терем, просторный мирный дом зверей, входи в него не диким зверем, а самым лучшим из друзей. О том, как дружить с природой, учит нас не только это стихотворение, но и выставка «Природы. Мудрые советы». Выставка задумана таким образом, что посетитель, гуляя по ней, как будто отправляется в экспедицию по нашей области. Первая остановка – это мир насекомых. Здесь можно увидеть бабочек, жуков и шмелей. Смотрите, пожалуйста, как они красивые. На Линске, значит, есть желтые бабочки, какие красивые. Ну, конечно, да. Вот любят же все, знаете, майских жуков положить в спичечную коробку раньше у нас, как было, и чтобы он засох, и потом всем показывать. Так делать не надо, да? Конечно, не надо. То есть, получается, вот этот разделчик дает какой совет самый главный от природы? Самый главный совет. Давайте будем относиться к насекомым бережно, охранять их. От насекомых переходим к водному миру. Здесь детишки сделали целое панно, на котором можно увидеть, какие рыбы живут в реках нашей области. А это, наверное, лещ, да? Лещ, лень, стерлядь. Не только рыбы, но и бобров можем увидеть. На берегу нашей реки построил себе хатку, поселился со своей семьей речной бобр. Ничего себе, у него когти-то какие длинные. Прекрасные когти. И это он наел? Ну, это он, знаете, буквально вот за последние 2-3 часа наел. Также можно посмотреть на плакат, который призывает спасать мальков. Когда пересыхали водоемы, целые пионерские отряды просто с очками переносили мальков в руслы реки. То есть, получается, здесь совет от природы в том, что нужно спасать мальков. Конечно, обязательно, да. Следующая остановка – лес. Кого можем встретить в лесу? Если мы услышим громкий, наверное, звук какой-то, то, конечно же, вы услышите, как кричит филин. Филин он никак. Я, конечно, не берусь за филина. Но я думаю, что если вы ночью его услышите, вы сразу узнаете. Это тоже интересный такой плакатик, можно сказать, да? Это муравьи. Даже вот мне история мама рассказывала, как они палочку клали в муравейник, и потом она кисленькая была. Это все дети делают. Но так получается это тоже плохо, да? Если вы встретите муравейник в лесу, постарайтесь его не разорять. Самый главный совет от леса – мало леса, обязательно посади. Ну и завершают нашу экспедицию птички. Наша серая ворона свела замечательное гнездо, отложила в него пять яиц. Сейчас они заняты насиживанием. То есть в мае ворон лучше вообще не трогать. В мае и июнь ворон не трогать. Никаких птиц. Не спугивайте. Конечно. Получить мудрые советы от природы можно в Краеведческом музее до конца августа. Оксана Стяшкина специально для программы «Вятка Тудэй». Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok